Всем привет, ребята! Всем хорошего дня! Мы, значит, тут с Баксиком убираемся. Ну как мы? Я убираюсь и нашла его... Нашла ему подарочки в полотенце. В полотенце он просто сходил по-большому. Это ужас какой-то. Полотенце на выброс. А? Это вот хорошо, что я уборку затеяла и нашла там подарочки твои. Почему пакостишь? А? У тебя есть туалет ведь? Всегда чистый туалет. Ты почему там пакостишь? Ушел, конечно. Самое главное, я сначала веником все подмела. Все волосы, весь песок наш. А потом помыла пол. И можно ходить, что ничего не будет липнуть к пяткам. Че, ты спать будешь? Давай спи. Он вон там в углу тогда нагадил. Я тут все вымывала. Ну, вроде как перестал пока. Даже не вздумай. Я тут прибрала крылья свои пару, штуку брала в шкаф, а одни вот сюда вот ее задвинула в угол. И вот он сидит уже, смотрит. Даже не вздумай, понял? Я слежу за тобой. Такой, типа, не при делах сидит. Смотрю, у меня. На очереди у меня кухня осталась. Ну, посуды не так много. Заказывала сегодня доставку. Так, это все выкинуть. Это все выкинуть. Заказала вот такую шоколадку к чаю. Сейчас кофе попью. Думаю, так, Ксюша, вот приберись. Сначала помой полы, а потом можно будет попить кофе с одной шоколадочкой. В доставке еще заказала вот таких грибов. 400 грамм. Хочу картошку с грибами опять пожарить. Еще геркулес вот такой. Ну, обычный самый геркулес. 29 рублей. И вот такой тропический коктейль. 180 грамм в монетке был по акции. 59 рублей. Обычно 50-60 рублей стоит. Сухофрукты там 100 грамм. А здесь 180. Такая выгодная упаковка. Взяла себе вот такую упаковку и маме. Не знаю, сегодня, если время по времени буду успевать. Хочу к ним съездить еще в гости. Вот этот геркулес получается насыпаю в чашечку. Немного геркулеса. Немного вот этих сухофруктов всяких. И заливаю молоком. Убираю в холодильник на ночь получается. Ну, можно даже на 3-4 часа будет достаточно. Но лучше на ночь. И с утра прям готовый завтрак. Вообще так вкусно. Вкусно, быстро. И, надеюсь, полезно. Что я делала на выходных? У меня что-то я такой релакс ловила при вязании этих шапочек. У меня вот эти помпончики лежали давно. И как раз серую пряжу я купила. Навязала себе шапок. Ну, не себе, а куклам будущим. Я не знаю, пятерняшек, что ли, сшить. Еще хочу в Симолэнде заказать белые помпончики и беленькие шапочки тоже нашить. Такие они милые. Прикольные. Сейчас доубираю кухню. Помою все и пожарю картошку. И все, моя миссия на сегодня выполнена. Уборка сделана. Кушать будет что. Вчера написала Лени, которая таксистка, кто смотрел у меня интервью. Написала, я думаю, что давно не виделись. Как раз суббота вечер. Мы что-то дома весь день. Предложила встретиться, но она там что-то приболела. Говорит, давай завтра. Все сделаю, напишу ей, если у нее будет время или она там подвыздоровела. Время, желание. То увидимся с ней хоть и пойдем погуляем, пока у нас небольшой минус. Какой небольшой? У нас сегодня плюс два, по-моему, вообще. Плюс два, дождь со снегом, что-то обещали. Но вроде пока нету. Вот, пока тепло, хоть прогуляться. Время пять часов вечера доходит. У нас уже темнота. Опять небо какой день вообще не видать. Ну, кстати, под вечер, смотрите, чуть-чуть рассеялось. Днем вообще один затянутый купол был. Или я сейчас приготовлю, позвоню маме, доеду до родителей. В общем, либо то, либо то. Но хочется выбраться из дома уже, потому что мы что-то все выходные, начиная, ну как, с пятницы какой-то день тюлень, просто валяемся. Саша начал играть в доту, что ли. Он вчера сидел, так думал, стоит ли ему начинать опять играть. Он так долго еще вчера размышлял, наверное, все плюсы-минусы взвешивал, что она будет отнимать время. Чтобы она, наоборот, не отнимала, в общем, рабочее какое-то время, внимание там ко мне или что, чтобы у него не начались проблемы с этим совсем. Думаю, да господи, ну хочешь так играй, если тебе это доставляет какое-то удовольствие, или ты так расслабляешься. Такой говорю, расслабляйся, а не нервничай, не матерись, не кричи там, когда будешь играть. Вчера, получается, до пяти утра я к нему уже подхожу, а я днем спала. Я сама легла в восемь утра, вообще у нас все сбилось тоже. Я говорю, ты давай ложись. У тебя же там какая-то встреча в обед сегодня, вот он уехал. Да-да, сейчас ложусь. Вот, до часа мы сегодня проспали. Блин, это вообще капец, конечно. Машинка стирает. Мне кажется, тут скоро что-нибудь вылетит. Вот этот бетонный блок там, который внутри, она вот так вот долбит и скачет по всей ванной. Кстати, ребят, хотела сказать насчет озона. Кому это интересно, в последнем видео или в предпоследнем про регистрацию на озон я рассказывала, и то, что самозанятым можно торговать. Самозанятым можно там торговать, но только со своего склада. То есть отправлять на озон, на склад озона, пока нельзя. А вот принимать заказы именно из дома, и потом отправлять через озон логистику, или через СДЭК, именно уже клиенту, я так поняла. Это можно. Как-то так. С одной стороны, вроде как есть плюсы. Ты просто добавляешь товар. Как пришел тебе заказ, так ты его отправляешь. Ты не платишь за хранение, там, по-моему, комиссия меньше. То есть, за транспортную компанию ты не платишь. Но ты платишь, опять же, за что-то ты же платишь. Просто так, за отправление, не знаю, зону логистика, вот это тоже, наверное, денег стоит. Но, да, за хранение, экономия. Что мне не нравится, это то, что надо заказы, представляете, каждый день через день приходят, и тебе каждый день через день нужно ездить или пешком ходить, смотря на каком расстоянии у тебя этот пункт выдачи, или через что ты там будешь отправлять. Но я думаю, все равно надо будет попробовать этот вариант. Вдруг это будет интересно и экономно, и прибыльно. Потому что на Вайлдберрисе последние, наверное, пару недель творится что-то, не знаю, что там творится. В общем, но там цены за логистику стали какие-то высокие. Не 7 копеек в день, как раньше мы считали. И как я считала бантики, например, которые я отправлю, которые будут год храниться, если в этом новом году они не продадутся. И там будут какие-то копейки, 36 рублей за год. Нифига! Там за логистику стали считать очень много. У меня вчера заказали 8 штук товаров, и логистика мне пишет в личном кабинете, логистика в районе 500 рублей за 8 штук. Это что получается? Там больше 60 рублей за один товар, за отправку. Хотя до этого у меня всегда были брошки, заказывали 21 рубль. У меня была логистика за одну брошку. А сейчас заказали брошки, заказали бантики, и вышло 500 рублей в день. Логистика там вообще так неинтересна. Плюс хранение. Хранение тоже там нифига не 7 копеек в день выходит. Бывают адекватные какие-то цены, а бывают суммы, я смотрю за месяц хранения, и тоже думаю, нифига себе, там совсем ни копейки получаются. С учетом того, что вы видели мои брошки, мои бантики, вот эти маленькие коробочки небольшие, что за них берут, если по 60 рублей за отправку. Тогда какие цены за габаритные какие-то, более габаритные, более большие товары. Даже страшно представить. Ну какова красота! Грибочки с луком сейчас поджарятся. Переложу их и пожарю картошку. Так, картошку надо чистить уже. Второй этап. Картошечка жарится. Здесь грибочки. Вот так выглядит конечный вариант. Грибочки очень вкусные. С молоком. Всем приятного аппетита! Посмотрите, какая у меня здесь красота теперь. Теперь у меня есть рабочее место. Мне Саша стол собрал. Можно шить наряды для кукол. Вкусный ужин? Да. Время уже вечер. Никуда я сегодня не поеду. Заняться еще есть чем. Но я и так сегодня молодец. Я прибралась, помыла полы, протерла пыль, приготовила ужин, заказала продукты. Ну прям идеалити. Созвонилась с мамой, поговорили с ней по телефону. Они тоже дома отдыхают. Время уже вечер, часов 7, начало 8. Я, наверное, сейчас пойду приготовлю себе рабочее место. Разложу все свои коробочки из пакета. Достану машинку швейную. Теперь у меня есть стол, рабочее место. И все, можно шить. Вам спасибо за просмотр. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо всем за подписку. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И до скорой встречи. Спасибо, что ставите лайки.